Книга «Открытым оком», тема мусульманства, 18-й том, вопрос 3238. По радио говорили, что мусульмане готовы убить Папу Римского, но за что? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Даю отрывок из газеты по этой теме. Лекция Папы Римского Бенедикта XVI в Регембургском университете в Германии. В этой лекции Папа процитировал византийского императора IV века Мануила II, палеолога, который в богословском споре с неким перцем заявил, «Хорошо, покажи мне, что нового принес Мохаммед, и ты найдешь там только нечто злое и бесчеловечное, такое, как его приказ распространять мечом веру, которую он проповедовал. Кто желает привести кого-то к вере, нуждается в способности хорошо говорить и правильно мыслить, а не в умении творить насилие и угрожать». Диакон Андрей Кураев назвал реакцию представителей исламского мира на высказывание Бенедикта XVI неадекватной. Кавычки открыты. Когда речь идет о диалоге двух культур, важно понимать, как одна культура выглядит в глазах другой. Папа и напомнил, как сарацины выглядели в глазах византийцев, но при этом он не призвал к тому, чтобы перенести эту точку зрения в XXI век. По мнению Андрея Кураева, понтифик в своем выступлении отметил проблемы и точки восприятия мира ислама в других культурных мирах. Кавычки открыты. В христианстве и исламе существуют разные концепции священной войны. Если в христианстве священная война может быть только оборонительной, то с точки зрения ислама высшая цель войны – это распространение идей Корана по всему миру, в том числе и боевыми средствами. Кавычки закрыты. Сказал Андрей Кураев. Негативная реакция исламского мира на лекцию Папы Римского представляет собой, по мнению Андрея Кураева, введение джихада другими способами. В кавычках. Лекция Бенедикта XVI по сути дела угодила точно в цель. В подобной ситуации многие могут согласиться со словами известного публицица Максима Соколова, сказанными им в газете «Известия». На вопрос императора, жившего сотни лет назад, «хорошо, что нового принес Мухаммед», мы по сей день не имеем убедительного ответа. Как отвечает на этот вопрос Магометане, мы в течение последних дней наблюдали и создалось впечатление, что они всеми силами старались доказать правоту Мануила II. Если спросить о том же людей, исповедующих другие веры, арабные атеистов и агностиков, они, если открытым текстом и не согласятся с императором, политкорректность не позволяет, тем не менее чрезвычайно затрудняться назвать что-нибудь новое из принесенного, кроме того, на что император уже указывал и что все мы регулярно имеем возможность наблюдать. Хотя и тут не без странностей. Если мы соглашаемся, разве нет, с тем, что христианам нет никакого дела до того, что происходит в исламских странах, зато Магометанам есть дело до всего, что происходит в странах христианских, вплоть до речей римского первосвященника, то мы молчаливо признаем, кто в нашем доме хозяин, кавычки закрыты. Кавычки открыты. Если папа не волен говорить вещи, неприятные Магометанам, то кто же волен, спрашивает Максим Соколов, кавычки закрыты. Папа Римский задал вопрос, который уже много десятилетий волнует миллионы христиан, и не только христиан. Арабское слово «ислам» означает «нир», и тем не менее во имя религии, носящей столь удостойное имя, в последние годы совершаются самые страшные убийства. Совсем недавно в мире отмечали вторую годовщину трагедии в Бесланской школе. Вот как рассказывает об этом из эпизодов, об одном из этих эпизодов, той страшной бойне газета «Комсомольская правда». Это рассказ 13-летнего Саши Погребова, кавычки открыты. Они с утра над нами стали издеваться. Мы раздетые сидели, и террорист увидел у меня крестик на шее, кавычки закрытым. В это время под оконами школы уже рвануло первый раз. Мальчишку потыкали стволом в грудь, вминая крестник в худое тело. И потом потребовали «Молись, неверный!» Саша крикнул «Христос воскресе!» Но даже если бы этого эпизода не было, замечает Андрей Кураев, все равно пришлось бы сказать, что происшедшее в Беслане не просто преступление. Это религиозное преступление, ритуальное убийство, совершенное с молитвой во имя веры террориста. С криком «Аллах Акбар!» террористы убивали людей, принося их в жертву своей религиозной идеи. У нас очень часто говорят, что у терроризма нет национальности и религии. С этим политкорректным тезисом можно было бы согласиться, если бы верующие мировых религий по очереди устраивали теракты, пишет дьякон Андрей Кураев. То буддисты захватят школы и расстреливают в ней детей, то даусы взорвут самолет, то христиане подорвут кинотеатр. Вот в этом случае можно было бы ограничиться повторением банальности о том, что у каждого народа есть право иметь своих подлецов. Но ведь это все очевидно не так. Может быть терроризм – это следствие искаженного понимания Корана? Но ведь именно Корана, а не книги о Винни-Пухе. И у истоков этого искажения стоят ученейшие исламские мужи, улемы, а не безграмотные арабские скинхеды. Исламский мир роднят с пиром террора неплохие ученики, отменные и популярные учителя. И если власти Саудовской Аравии только в мае 2003 года были вынуждены отстранить от должности 1710 человек из духовенства, значит проблема не в одиночках. При таких масштабах террористическая проповедь – это болезнь уже всего исламского сообщества. И отчего-то в России, в Казахстане или Узбекистане обнаруживают центры подготовки террористов. И отчего-то эти центры чаще оказываются связанными с мечетями или медресе, мусульманскими семинариями, чем с клубами служебного собаководства. Как замечает Андрей Кураев, ни Будда, ни Христос, ни Конфуций не брали в руки меч. Их аргументы были далеки от мира военных технологий. Но с оружием в руках прорубали пути своим народам Моисей и Магомед. Может быть поэтому до сих пор иудеи и мусульмане выясняют свои отношения на языке бомб. Сам основатель ислама соединил слово веры и меч. Поэтому среди его учеников идет спор между тем, кто предпочитает одно другому. Невероятно, но в начале XXI века судьба человечества может оказаться в руках богословов. Речь идет о богословах мусульманских. Исламская умма – церковь, в кавычках, в скобках, построена иначе, чем православная или католическая. Умма управляется учеными, и личное образование значит гораздо больше, чем просвещение. Кавычки открыты. Голос ислама, замечает Андрей Курайев, это голос улемов, знатоков богословия. Эти люди, не менее 12 лет изучавшие Коран, получают право на его публичное истолкование. И от них сейчас зависит, как будет истолкована заповедь Корана джихада. От них зависит, приложат ли они высокий имидж шахида, мученика к террористам, взрывающим себя вместе с детьми неверных. Кавычки. Или же назовут террористов террористами и самоубийцами, и убийцами детей. Кавычки открыты. Сам Коран замечает, диакон Андрей Курайев, разноречив, если не сказать противоречив. Напомню, что Коран в мусульманском представлении это собрание откровений, посылавших все пророку Магомету в разные годы его жизни. Сам Магомед не записывал свои видения, а пересказывал. Сведения воедино с записью началось уже после его кончины, и лет через двадцать после нее одно из этих собраний, составленное юношей Заидом, было превозглашено халифом, усманом, единственно верным. Все остальные запили, в том числе и хранившиеся у вдов пророка, были объявлены ложными и сожжены. Суры книги Корана расположены без логической связи друг с другом. Кроме того, они расположены не в хронологическом порядке. Принцип последования сур в Коране от самой длинной к более коротким сура вторая насчитывает 286 стихов аятов, а заключающая Коран сура 114 насчитывает всего 6 стихов. Таким путем составители Корана старались подчеркнуть одинаковую значимость любого слова, сказанного Магометом. Кавычки открыты. Обычно в Коране выделяют два ряда сур, мекканские и мединские, замечает Андрей Курай. Мекканские были получены Магометом в Мекке, которая еще была ему не подвластна. В период его странствования и гонений. Мединский уже после того, как он стал самовластным хозяином в Медине, а затем уже покоренный Мекке. Так вот, все тексты, которые апологеты ислама приводят в подтверждение своей отчужденности от терроризма, относятся к мекканскому раннему периоду жизни Магомета. Это, например, 29 сура. И не припирайтесь с обладателями книги, то есть евреями и христианами. И наш Бог, и ваш Бог един. Пока Магомет был только проповедником, он говорил, что в делах религии нет принуждения. Когда же под его властью оказалась армия, раздались совсем иные слова. Вот несколько текстов меча. Кавычки. И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не приступайте. Поистину Аллах не любит приступающих. И убивайте их, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас. Ведь соблазн хуже, чем убиение. Мусульмане обычно говорят, что это заповедь об оборонительной войне. Современные толкователи Корана, в данном случае иранские, поясняют, ради каких гуманитарных целей допустимо воевать. Кавычки открыты. И исламские войны ведутся во имя Аллаха, повелевающего распространять истину, единобожие, бороться с беззаконием, моральным разложением и ересью. Ислам осуждает войны, которые ведутся ради отмщения, захвата и военной добычи. Кавычки закрыты. Получается, что исламская сторона оставляет за собой право объявления войны в том случае, если она сочтет, что в соседней стране царят ересь или моральное разложение, или просто беззаконие. В этом случае можно прийти с незваной проповедью и с мечом. Моральным разложенцам посылается предложение принять ислам. Если они отказываются, то тут им и дается понять, что в глазах мусульман вся планета делится всего лишь на два участка земля ислама и земля войны. В этом главная проблема сосуществования с миром ислама. Несимметричность ответа ислама на то, что кажется исламу несправедливым по отношению к нему. В ответ на несправедливость разрешается война. Андрей Кураев замечает, что даже в сегодняшней России малейшая попытка вступить в дискуссию с мусульманами тут же вызывает предупреждение о том, что меч и гексоген лежат у прихожан мечети под рукой. Слишком многие мусульмане, мусульманские деятели, избирают путь открытого шантажа, мол, не дадите нам то или не откажете от этого, спокойствие ваших прихожан мы не гарантируем. Скажем, во время телепередачи «Свобода слова» на НТВ председатель духовного управления мусульман азиатской части России шейх Нафигулла Аширов грозил второй Чечнёй, если в школах России появятся уроки по основам православной культуры. Для того, чтобы найти в Коране основания для войны, больших усилий не надо. Вот формула тотальной войны. Сражайте все с многобожниками, как они все сражаются с вами. 9 сура, 36 яд. Но разве все многобожники в кавычках сражаются против ислама? Как замечает диакон Андрей Кураев, следует учесть, что многобожниками в Коране считаются не только язычники. Этот термин распространяется и на христиан, и на иудеев. Чего стоит только такое место? Неверны те, которые говорят, что Мессия, сын Мариньи, есть Бог. Неверны те, которые говорят, что Бог есть третий в трех. Если не отстанут от своих слов, то их нечестивых постигнет лютая казнь. 5 сура, 75 по 77 яд. Прав Андрей Дьякон Кураев. Меч лежал около бели ислама. Отрицать это глупо. Лучше подумать о том, пишет Андрей Кураев, как этот меч притупить, а еще лучше отбить религиозную охоту им пользоваться. И тут еще одна причина ответственности всего мусульманского мира за своих подонков. Изрядничная часть мусульманского мира считает террористов не подонками, а героями. В этом главная проблема сосуществования с миром ислама. Как пишет газета «Аргументы недели», папа считает, что есть католический мир с его ценностями добра и любви, распространяемыми через проповедь, а исламский мир, по его мнению, несет свою веру в мир путем насилия. В отличие от Иоанна Павла II, все помыслы которого были сконцентрированы на экспансии в Восточную Европу и бывшие соцстраны, Бенедикт VI, XVI его полная противоположность. Главная его цель защита ценностей христианского мира от чужой религии, а не от коммунизма. Отсюда его крайное негативное отношение к нелегальной миграции, поскольку он считает, что последователи пророка Мухаммеда никогда не станут католиками. Александр Окунишников, честное слово, 2006 год, номер 40, 506 в коктах. Мануил II, палеолог, дата рождения 27, 06, 1350 год, по 21, 8 месяца, 1425. Константинополь, император с 1391 года, вступил на престол в период, когда значительная часть Византии была захвачена турками, фактически был вассалом Боязида I. Призванные Мануилом II на помощь крестоносцы потерпели поражение у Никополя 21 сентября 1396 года. В 1399 по 1393 Мануил II в поисках помощи объехал Италию, Францию и Англию. И после разгрома турецких войск Тимуром в Анкирской битве 1402 года Мануил II укрепил свои позиции на Пелопонессе в 1303 году вернул в Византии Фессалоники. В 1424 вновь обязался платить дань туркам. В 1425 отрехся от престола и постригся в монахи под именем Матфея. Мануил II поддержал гуманистическое движение, известен как писатель. 1 Иоанна 3 глава 15 стих Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. 1 Иоанна 3,8 Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. 4 Царство 21,16 Еще же пролил монасия и весьма много невинной крови, так что напомнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду грех делать неугодное в очах Господних. Стихотворение Сопереживание какой чудесный акт позволит чаще плакать и смеяться и сердце наше будет биться в такт с отсутствующим разделея счастье. Разделяя счастье. Так хочется при Еве неотлучно быть, сторонним наблюдателем молитвы влиять, а что Адам о разве где-то спит, не видит и не слышит, как ползет змея. Трагедия по семьям повторится, разводы почемучек в перезрелых, с не меньшим безразличием и риском найдешь едва лечейку целой. И не ожидает Авель нападения, а брат вчерашний уж не брат сегодня. Мой сотрапезник тоже не за деньги, сыграл под Каина, он счел меня негодным. На мне удары ссадины и шишки, скорбя с другими, о себе скорблю и радуюсь стране, когда придет затишье, когда врагу бы смог сказать люблю. С Иаковом страдаю от мороза, жару переживу в его шатре, от брата дикого смертельную угрозу переношу готовый умереть. С Иосифом в оковы заковали, позорную статьей подписан приговор, с этапами египетский кандальник, ко мне добрался кое-как во двор, успеть бы накормить и обогреть, а там маячить поприще Давида. Петра охаживает садуке плеть, как прокаженному мне борода обрита. Со всеми весь дохватит для меня целебный с грязью ров иеремии, христианина учись не хочу менять, со всеми в сладости душой ранимый. 2006 год Игнатий Тихонович Лапкин Игнатий Тихонович